Такой хороший! Они как киса Алиса, просто вот эти монстры Вот эти штучки, я знаю для чего они Я вживую их не видела, только на картинах Просто у меня татуировка бультерьера Это моя мечта То есть они будущие чемпионы Он просто гигант вообще Я нахожусь за шторами То, что не видят обычные люди вообще Потому что они сидят все в зрительном зале Посмотрите, какая она малышка Ты хочешь что-то сказать? Сколько тебе лет, если не секрет? 15 А это специально вы ее так пострели? Очень классно Невероятное ощущение, прям вот захотелось Привет, я Энни Мэджик И как вы видите, у меня со мной здесь нет моих питомцев Потому что сейчас я нахожусь в Москве На выставке Россия 2018 Это выставка собак Одна из двух самых крупнейших, есть еще Евразия И я подумала, моему каналу столько времени Но я ни разу не снимала выставку собак Это очень странно, потому что мой канал посвящен Именно жизни с собаками и другими животными И вот я приехала по делам в Москву И решила, что в этот раз я все-таки сюда приду И я подумала, что вам будет, как и мне, интересно посмотреть Как все устроено на выставке собак Особенно тем, кто, как и я, ни разу в жизни не ходил на выставку со своей собакой Если ты пришел на выставку без собаки, как я сегодня Кстати, почему я никогда не была на выставках со своими собаками Я расскажу чуть позже То ты должен просто прийти вот сюда на кассы Купить билет и уже можешь заходить Кстати, здесь все очень так серьезно, под контролем охрана и все дела А если ты пришел с собакой выступать, то ты заходишь через другой вход Но, а к этому мы вернемся позже А вы пока ставьте лайк, если тоже, как и я, любите очень животных И вам нравится рубрика «Как все устроено» Помещения просто огромные, гигантские И вот даже сейчас выставка «Россия» делится на два больших зала Вот здесь вот ринги Ринги – это те места как раз, где выступают собаки, оцениваются А вот там зал, где всякие товары для животных представлены, корма и все такое Мы еще туда попозже попадем И там же, я думаю, будет проходить бест-энд-шоу Кубки чемпионов, то есть прям как у людей Вы получаете вот такую вот красоту золотую Прям как у спортсменов все Я хочу вам загадать загадку В течение ролика я буду показывать собак И их будет десять, будут вот такие вот циферки А я хочу, чтобы вы написали в комментариях породы Кого из них вы узнали То есть такая будет игра у нас в течение ролика «Отгадай породу» А еще можете просто писать комментарии, они вот здесь появляются Пяти случайным людям, которые отгадают все десять пород Я передам привет в следующем ролике Но не спешите перематывать Загадка может появиться в самый неожиданный момент А это номер один Очень много людей, очень много собак Достаточно шумно И слышен даже лай некоторых собачек И выглядит это все не как Типа вот люди просто взяли собачку и пришли А в некоторых местах ты просто стоишь И чувствуешь себя как на каком-то фестивале На огромном мероприятии Потому что везде расставлены столики Вот такие вот для груминга То есть там приводят собачек в порядок Вот эти вот все какие-то переноски Кеннелы, клеточки Вот это все, оно занимает огромное пространство Люди просто на стульчиках садятся, сидят То есть они приезжают сюда Некоторые из других городов, не все из Москвы Приезжают сюда, чтобы здесь провести реально несколько дней Два дня И это все должно быть собой В некоторых, видите, даже удлинители просто собой Электричество А еще то, что люди приезжают не только из каких-то других городов России Но даже из других стран Это обычный пузель, да? Это большой Большой пузель Большой пузель И вы сегодня получили какой-то приз, да? Резерв Цаципка Резерв Цаципка Красота! Посмотрите на эту просто красоту Приехали из Жевска 1200 километров проехали люди, чтобы вот эта красота сегодня выступила Молодец А как зовут? Марго Марго Королева Марго Королева Марго, ознакомьтесь А зачем вот эти штуки у нее на лапках? Вы задние шерстные мараусы А, ничего себе Дело в том, что на выставке ринги происходят не одновременно То есть не все сразу собаки вот выбежали и выставляются Ринги приходят постепенно Порода за породой И возможно, например, на второй день выставки Еще и учитывая, что мы приехали только в обед Мы уже пропустили какие-то породы Это, конечно, очень обидно Поэтому лучше там в течение целого дня быть на выставке Чтобы всех увидеть Или породу именно, которая интересна вам Сейчас мы видим лучшего джек-рассел-терьера России Правильно? Офигеть! Поздравляем! Это лучший джек-рассел-терьер России Как зовут? Скай Скай Жесткошерстный джек-рассел-терьер У него немножко другая мордашка Вот такие вот усики Нет, только тип шерсти разной Серьезно? А вот из-за этой бородки кажется, что он вообще не похож на короткошерстный Стандарт одинаковый, только тип шерсти разной Ничего себе! Вот я реально посчитала бы, что у них разные лица Вот эта вот большая-большая собака сегодня и вчера выиграла все призы Как его зовут? Жастин Жастин Трудно ухаживать за такой шерстью? У него светлая шерсть Самоочищающаяся? Да Вот этой вот маленькой, совсем малюсенькой собачке 15 месяцев всего Он играет реально Такой хороший Вообще модель-модель Как кошки играют Как кошки играют Только это не кошки, это гигантские собаки Посмотрите, у девушки типа игрушка такая кошачья То есть прямо вот реально палочка с клубочком И она ею машет А они как киса Алиса Просто вот эти монстры огромные Бегают вообще такие Вот это Синбернар Реально Огромные просто Это мальчик и девочка? Это два мальчика, просто один щенок Вот этот мелкий, да? Да Дай, дай А вы участвовали сегодня в выставке? Да И как? Выиграли Посмотрите, ребята, на эту красоту Это королевский пузель А скажите, пожалуйста, вот я всегда видела вот эти штучки Я знаю, для чего они А, простите, пожалуйста Можно вот здесь потрогать А, вот здесь можно потрогать, да? Блин, извините, пожалуйста Я правильно понимаю, они для защиты органов на самом деле, да? Ну, на самом деле, раньше их особо и не было Угу То есть это... Раньше был стандартный английский лев без штучки А это уже потом, минимум, для красоты А, просто потом придумали, да? Попрячь ушки, чтобы в рот не попали Чтобы не переиграть Да, серьезно? Там же длина ушей длинная А, ничего себе То есть вот тут вот в этих штуках это уши у вас, да? Да Сказать что-то хочешь, скажи, скажи Сейчас пытаемся догнать невероятную собаку, которую, я уверена, половина из вас, а, наверное, 99% видели только на картинках Эта порода называется Командор Дредастая собака Собака в дредах Я вживую их не видела, только на картинах Мы специально вас догоняли, чтобы спросить Это девочка или мальчик? Мальчик А как зовут? Талисман Сложно ухаживать за шерстью? Да не, не сказал Только мыть Посмотрите на эту красоту Просто невероятные собаки А у вас одна такая или несколько? Две Две? Один дома Очень круто Спасибо большое Прям очень хотелось вживую потрогать эти волосы, такую шерсть Талисман Удачи тебе Короче, мне выдали супер бумажку специальную Я оргкомитет, мне доступны входы в любую просто точку Они знают нас, ребята, мэджики, сила Почему я никогда не была со своими другими собаками на выставках? Так вышло, что у Эйвена и Софи нет родословных, потому что у них нет хвостиков А на выставку, если у собачки нет родословной и она по каким-то параметрам не подходит, к сожалению, она прийти не может Поэтому у Эйвена и Софи никогда не были на выставках Что касается Миши, у Миши тоже нет родословной, потому что я ее спасла и у нее нет никаких данных, поэтому вот так А вот Юмичу, она вполне себе может начать поступать на выставках и можно действительно реально, ребят, попробовать Короче, я сейчас увидела вот это вот чудо, просто у меня татуировка бультерьера, это моя мечта, я хочу завести бультерьера То есть он не вырастет больше, он уже взрослый? Нет, ей 5 месяцев, но высоту она больше, навряд ли вырастет А как ее зовут? Моджи А почему такой окрас выбрали, тигровый? Ну, так вышло, мне в принципе особо окрас был не важен Я просто хочу белого, знаете, есть такие белоснежные Да, ну, я хотела триколоры изначально Теребка такая Она очень нежная, очень общительная, вот в этом весь бультерьер Вот, вот, вот я так и хочу А скажите, пожалуйста, вот как норвежтерьер? Вот, часто вас так, да, спрашивают? Да, обычно запись идет заранее, то есть вот мы писались, например, летом на эту выставку То есть мы уже летом записали, чтобы сюда попасть в ноябре? Да, да, да Что надо, чтобы попасть на выставку? Вот у меня типа есть собачка, да, я хочу выступить, что надо делать? Зайти на сайт Песик.ру, найти выставку, зарегистрироваться, внести взнос А почему на Песик.ру именно? Ну, потому что там сборище всех выставок Вы можете проанализировать, какая дата вам удобнее Не только там в Москве, а вообще всей России, да? Да, да, да Да, есть несколько сайтов, это в основном Песик.ру и зоопортал Вы заходите, смотрите, какая дата, какое место вам удобнее всего Регистрируетесь, вносите взнос, приходите Какой примерно взнос по деньгам? Сколько стоит? Где-то от двух до трех с половиной тысяч, в зависимости на сколько заранее Разные цены на разные выставки, да И дальше что? Приходите на выставку, ну, обязательно, конечно, надо ее немножко социализировать, собачку Не, по сути, как вот ты сказала, да, вы можете прийти на выставку, но если собака не социализированная, ничего не умеет, внешне не подготовленная Вас отправят домой, да, вас просто отправят домой без титула, без всего Скажут, ищите хендлера Вы выставляли сегодня? Конечно, мы хендлеры Вы сами обе хендлеры? Да Только что я познакомилась с Юлей, которая из Новосибирска Это Сибирь Да, представляете, как я и говорила, не только тут из Москвы, ребята, тут со всей страны и даже не из нашей страны Так вот, она хендлер Хендлер это кто? Чем ты занимаешься вообще? Я готовлю собак к выставкам профессионально, то есть мы занимаемся физикой, адаптацией, социализацией, ну, и, собственно говоря, мы облегчаем жизнь владельцам, которые сами там боятся как-то поучаствовать в выставке У кого-то боязнь сцену, кто-то не может, кто-то не хочет, то есть мы обладаем редкой профессией хендлера, да, мы помогаем людям и животным показать свою красоту Ты должен быть менеджером, да, запись на выставке, какие-то вот эти вот моменты курации, ты должен быть актером, ты должен в ринге все вот это вот Ты должен внешность контролировать собаки и свою Да, чтобы вы не подумали, что Юля тут, как я, просто в толстовочке гуляла, там собачку выставила и домой пошла, нет, на самом деле она была нарядная, да? Да, обязательно, хендлер должен иметь презентабельный вид, помимо того, что он должен быть удобный, он должен быть презентабельный Это платье, пиджак, брючный костюм Желательно, такое красивое Да, чтобы было не вырви глаз, да, но и цвет должен подчеркивать собаку, достоинство собаки, да, если это светлая собака, костюм темный, если темная собака, костюм светлый, ну, то есть оттенять Обязательно, обязательно это все должно быть Оказывается, я была не совсем права, я ошиблась, и залов здесь целых три, и в каждом из них есть ринги, и просто есть один зал полностью посвященный рингам, простите А второй зал тоже, а вот в третьем уже есть какие-то товары для животных, и пока мы шли, мы тут обнаружили вот такую вот штуку Я сначала, если честно, не поняла, что это, оказывается, это туалет для собачек, чтобы им было куда ходить, не все время же выбегать из таких помещений на улице Что интересно чувствует чемпион, когда хозяин его берет в руку, вот это вот, какое это ощущение? Оказалось, что призы эти принадлежат вот этим прекрасным сверхшнауцерам и их хозяйке, конечно же Как вас зовут? Меня зовут Татьяна, я не совсем их хозяйка, я владелец питомника А как питомник называется? Питомник называется Dream Kiss А откуда вы из Москвы? Питомник сверхшнауцеров, да, мы из Москвы Как вот это само ощущение, быть победителями, получить такое огромное количество наград? Честно, это непросто, у нас выставлялось сегодня семь собак, достаточно тяжело, есть усталость, есть чувство, конечно, удовлетворения и, конечно, усталость Потому что мы с пяти утра начали их мыть, сушить, ну, конечно, я горда, что наши питомцы второй день выигрывают Получается усталость и радость одновременно, да? Да, да Интервью из горячей точки, с места самых важных событий выставки Мы сейчас спросим победителя Как вы чувствуете себя, когда вы победитель? Ну, мы вообще-то победители уже не первый раз Поэтому мы уже как-то привыкли, но все равно счастье, конечно, радость переполняет А вот есть такой какой-то азарт побеждать, побеждать, побеждать? Да, конечно То есть постоянно развивается? И каждый раз все больше и больше азарта Вот этот красавец по имени Буч сегодня взял этот приз А эта порода называется ирландский волкодав Просто очень большие собаки Мы сейчас подойдем к хозяину Это ваши собачки, да? Да Очень красивые А вы победители, чемпионы? Да, мы лучший кобель, лучший сука ЛКП вот у нее Каково чувство победить, быть победителем? Отличное, великолепное Я очень рад и доволен Рады? Очень А скажите, вы собираетесь только участвовать или уже все? Уже ринги закончились Ага, то есть вы просто сейчас так причесываетесь, да? Мы их социализировали, детей привезли Тут совсем маленьких щенков, у них нет страха Они не понимают, маленькие дети не боятся Нужно приучать к этому с детства Вот там только прививочки заканчиваются Там в три месяца, там через половину Все Уже мы их начинаем адаптировать к выставочной жизни То есть они будущие чемпионы? Конечно Это как называется? Попельетки Как? Попельетки Попельетки Это порода шицу Скажите, а тяжело ухаживать за такой шерстью? Тяжело Как его зовут? Это гуся, она девочка А, это девочка А как порода называется? Вольфшпиц Вольфшпиц Кейсхон Очень красивая собака Молодец, красавица Поздравляю тебя Скажи что-нибудь Это Халк, папа Он просто гигант Вообще, прям гигант А это его дочка Ее зовут Венеция А как вы решились на такую крупную породу? То есть они такие совсем не маленькие собачки? Ну да У нас частный дом Поэтому нужно было для охраны купить собаку Была овчарка Потом решили посмотреть на эту породу Купили сначала его Влюбились в эту породу Через полгода поехали, купили маму Я не удивлена просто Он вообще Он как медведь Мне кажется, Халк оправдывает свое имя Очень красивые собаки Опять у нас сегодня лучшие представители породы нам попадаются Посмотрите на эту красоту Как вас зовут? Татьяна Татьяна, а вас? Урмас Урмас Это мальчик, да? Это мальчик Как полностью называется порода ваша? Шоу Герат Эспайра Порода Афганская борзая Афганская борзая, ребята Посмотрите на эту красоту Скажите, вот это вот Вот это вот шерсть просто Это вы перед выставкой вот расчесывали Его все готовили, да? Конечно, муж готовил А обычно? Обычно, ну где-то раз в неделю его нужно мыть Как вам вообще сама порода? Ну мне очень нравится Это моя вторая афганская борзая То есть у вас их две уже, да? Нет, у меня первая была лет 10 назад Когда еще была совсем ребенком И потом вы решили снова, когда вы взрослые Завести снова такую собаку? Да, вот два с половиной года ему Ой, красавец А сейчас уже началось бест-инд-шоу Короче, это такое реально шоу, можно сказать, где Все лучшие собаки выставки, победители Соревнуются между собой И выбирают одну единственную Причем это все породы могут быть Лучшую собаку всей выставки Вот здесь сидят очень много людей И все они просто как на концерте Наблюдают за тем, что происходит Тут очень-очень-очень большая сцена На которой выступают как раз хозяева и их питомцы Ребята, а сейчас, как положено в рубрике Как все устроено У нас есть возможность находиться не на ринге Там вот где все И сцена, где люди смотрят, что происходит А за рингом Здесь собраны именно самые лучшие представители То есть победители всех своих рингов В каждой пароде И сейчас из них всех выберут самую лучшую Я нахожусь за шторами И вот с той стороны Вот с той стороны Ребята будут с собаками выходить На вот этот вот синий ковер В бест-инд-шоу Здесь происходит то, что не видят обычные люди вообще Потому что они сидят все в зрительном зале И смотрят просто уже, когда собаки выходят А мы видим и показываем вам сейчас то, что происходит за кулисами И здесь стоят те, кто ожидают только своего выхода Какое чувство, когда вы здесь ждете и скоро вы туда пойдете? Волнение, конечно Волнуетесь, да? Да А как вас зовут? Меня Наталья А вот вас? А ее Кира Кира, да? Это девочка Чао-чао Да, это девочка Красавица Малышка Она еще маленькая, да? Да, ей 4 месяца То есть она победила сегодня где? Она стала лучшим бэби И сейчас она может стать самым лучшим щенком, получается? Может, теоретически Мы желаем вам удачи Спасибо А сейчас вы видите маленького ребеночка Как зовут ее? Ева Это Евочка Она тоже лучший бэби Только среди чихуахуа, да? Да, гладкошерстный Среди гладкошерстных чихуа И сегодня у вас есть шанс стать самым лучшим Конечно, конечно Мы желаем вам удачи Просто у меня тоже чихуахуа Спасибо 4 4 Поэтому Мы не могли на вас не обратить внимание на эту маленькую Посмотрите, какая она малышка А это второй лучший бэби Только уже в длинношерстных чихуахуа То есть вот как у меня У меня Еван короткошерстный А все остальные длинношерстные Да, ты хочешь что-то сказать? Ты хочешь что-то сказать? Пахнет, видимо, вкусно Удачи вам Спасибо Мы за чихов Как тебя зовут? Скажи Как зовут? Юки Юки А ты сама выступаешь? Да А ты хендлер? Или учишься на хендлере? Да, я хендлер Сколько тебе лет, если не секрет? 15 Если вы обратили внимание, периодически встречаются люди с одинаковой породой собак и в одинаковой одежде Это потому, что это будет звание на лучший питомник Видите, ребята одеты во все розовое с черным, в одинаковую одежду И у них одинаковые собачки-самоеды Меня зовут господин Петро Мунтиан Я судья из Румынии Являюсь вице-президентом румынского НКО Кинологической организации национальной А также занимаю пост члена стандартной комиссии FCI Как происходит оценка собаки? Как он понимает, что вот эта собака лучше всех? Все собаки имеют идеальный портрет Каждая порода имеет свое идеальное представление о той собаке, которая должна быть этой породы То есть идеальная собака, собака по стандарту И когда он смотрит на собаку, он сразу все понимает Спасибо Спасибо вам Спасибо, он румынский Мульцумеск 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 Очень хороший Здравствуйте, меня зовут Елена Гендулина Я судья РКФФСы по экстерьеру собак Вот так вот, вы все поняли, надеюсь А теперь вопрос у меня такой Как вы бы объяснили, в чем заключается работа судьи для простого человека? Мы выбираем собак и даем им оценку Для того, чтобы они могли участвовать в племенном разведении Подтверждаем свою оценку, что собака действительно породная То есть относится к данной породе, в которой она заявлена И она не имеет никаких пороков, либо серьезных недостатков Которые не позволят ей пойти в племенное разведение То есть, да, получать потом потомство Благодаря нам сохраняются породы собак и улучшаются Вот, это самое главное Да, а экстерьер это не просто красота Это необходимость, это здоровье И возможность собаке нести функцию, для которой, в общем-то, люди ее выводили Спасибо огромное вам Пожалуйста Бородатый Колли? Бородатый Колли, да Очень красиво У нее вон есть борода, тут мне зло А вот эти косички, это вы заплели специально на красоте? Да, чтобы она их не съедала У взрослых длинная шерсть пола Шерсть до пола, да? Да А у нее тоже будет? Да А скажите, у нее шерсть немножко на волосы человеческие похожие? Да Да? Она как человеческие волосы? Да Скажите, а тяжело ухаживать за шерстью? Нет Нет? А это специально вы ее так постригли, да? Да, специально как стрибутер, да Как зовут ее? Кули А она выступала сегодня? Да, да Резерс социфмы, да Популяризируем породу, бедлингтон-терьер Они очень комфортные, они очень ласковые, они любят детей Они не конфликтные абсолютно Они, ну, как бы, не дерутся ни с большими, ни с маленькими Может быть, наконец-то случится популярность этой породы? Ну, к сожалению, всякая популярность, она приносит все-таки вред определенной породе Не стоит более популяризировать их Да, да Очень классная Вообще, встала и смотри, стоит Вообще шикарная Ну, вот в метро едем, а она как-то, ну, возьми меня Я никогда бы в жизни не подумала, что придя на выставку, я вот это чудо увижу и могу захотеть такую собаку То есть вот это невероятное ощущение, прям вот захотелось Поэтому обязательно ходите и смотрите вживую на собак Общайтесь с ними, контактируйте, а не просто там читайте какие-то статьи в интернете, разглядывайте фотографии Потому что вы можете от себя не ожидать, что вы увидите собачку какую-то и захотите именно такую собаку Кламбер, спаниель А вы ему волосы выпрямляете? Серьезно? Да, конечно И уже третий раз за сегодня Офигеть! Гаврюша, какой красивый! Я не понимаю, почему популярность этой породы потерялась А рядом со мной хозяйка ее Это к теме, как хозяин похож на собаку или собака похожа на хозяина Посмотрите на прически Ну, похоже же, похоже Я считаю, что колли это очень гламурная порода Она не только классная, она очень гламурная порода Легко дрессируемая, беспроблемная Очень умная Она невероятно умная В течение этих двух дней происходят еще всякие прикольные мероприятия Например, выступления питомников Лучшие костюмы, конкурсы на костюмы Танцы Для этого надо ходить вживую на выставке и смотреть самим Потому что впечатлений здесь вы получите море Скажите, пожалуйста, моим зрителям, как вас зовут и кто вы Чтобы они узнали в лицо своих героев Смотреть на вас или в камеру? Да Добрый день С недавних пор я президент Российской кинологической федерации Фамилия моя Голубев Владимир Семенович Мне кажется, самое главное – любить животных Люди заводят собаку, им хочется – завели Хотят – выбрасывают Поэтому, конечно, должны быть какие-то законы А у людей, конечно, должны быть не только материальные какие-то штрафы А, наверное, какое-то административное, хотя бы наказание и тяжелое То есть вы за то, что если человек неправильно относится к животному, жестоко с ним обращается, в нашей стране должен быть какой-то закон, правильно? Конечно Ну, я вот очень многим подарил собак Разных – больших, маленьких И прекрасно понимаешь, что дома в основном убирают родители Понимаете, просто надо учить детей, наверное, с маленького возраста, что это… Воспитывать собаку, заботиться о ней, да? Удачи вам в развитии Спасибо Чтобы еще больше людей приходило к вам Спасибо большое Все? Спасибо Спасибо Сколько тебе лет? Тринадцать А, ну уже не совсем прям ребенок, но все-таки Участвует в фонде помощи безнадзорным животным Это вы так называетесь, да, «Счастье в руки»? Да Ребята пришли сюда, чтобы показать, что вот, посмотрите, лежит собака, добрая, хорошая И она очень ждет хозяев, она очень хочет найти свой дом Так что, если кого-то заинтересует, вот у ребят название Пожалуйста, обращайтесь Да, это вы так, пожалуйста «Счастье в руки» Во всех соцсетях нас можно найти по названию, по хэштегу В общем, как я говорила, всякие магазинчики тут, товары для животных, вкусняшки, корма, одежки, косметики В этом году лучшей собакой шоу был признан пудель Той Эвакс Уотермарк Лучшая собака международной выставки Кубок Президента РКФ А также были выбраны лучшие собаки в разных других категориях Если вам станет интересно, вы можете посмотреть результаты на сайте РКФ или поискать в интернете А вот он, стенд нашего корма, платином, который кушают мои собачки, 70% свежего мяса для вашего питомца Ребята уже тоже собираются потихонечку, уже все убирают Вот наша вкусняшка, наш любимый корм едет домой Я в этот раз взяла лэмпэндрайс Четыре коробочки По-моему, все уже практически совсем закончилось И мы отправляемся домой А вы подписывайтесь на канал, переходите по ссылочкам на новые видео на других каналах И увидимся скоро в новых роликах Любите животных, ходите на выставке, ставьте лайк, голосуйте в вопросе и пишите комментарии Я побежала